добрый день дорогие зрители канала ваша дача с вами татьяна башмакова я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я вас вновь приглашаю на свой садовый участок для начала им покажу свои цветнички коротко прошлый раз я им не уделяла внимание а сейчас немножко более подробно вот тут расположились основные мои цветники и на данном на данной клубочке вы можете видеть и питоне и томатики которые очень даже хорошо себя чувствует более подробное видео по цветникам я снимаю но пока нет возможности выставляют так как все таки лето такая горячая пора надо успеть все вырастить сделать заготовки и главное отдохнуть еще и получить удовольствие от всего выращенном поэтому чуть позже будут подробные цветнички и вот они томатики можете видеть что кисточка за кисточкой на 15 июля уже нарастает потихонечку хотя здесь они больше у меня задуманы как декоративное как украшение и защита от яркого солнца эта клубочка от из многоцветковых питоний после одной стрижечки которая 5 сантиметров было вот сейчас я смотрю они опять вновь выросли многие окраски стали очень высокими и я планирую вот на днях подстричь и еще на 10 сантиметров пока они не заболели этот цветничок я подстригала одновременно с тем предыдущим но посильнее сантиметров на 10 подстригла и цветничок и подстригла в горшочках горшочки вообще замечательно просто моментально изи вэй фиолетовая отросли всей вообще не видно зелени совершенно колеусы под деревом тоже прекрасно себя чувствует дальше у меня клумбочка более зеленые по другую сторону дорожки на огород тоже цветы цветы клумба один раз только получившая омоложение цветет фактически непрерывно без цветов она вообще мне не стояла немножко уже волнуй за нее может рано цвести и этой клумбе является бордюр чекам гацанья гацанья которая цветет уже давно и настолько разнообразная и красивая я на ней даже попыталась этикеточки прицепить чтобы собрать разные цвета собрать семена очень красиво сейчас вот прям пройдем немножко по гацанье потому что ей нельзя не уделять внимание пчелок вообще все цветы привлекает на гацанье много пчелок на лобелиях вербенках это вот мой трехъярусный цветничок он уже тоже потихонечку начинает разрастаться зацвели пеларгонии не только в верхнем ярусе начали цвести пеларгонии и в среднем и во втором ярусе лобелий хорошо разрастается все потихонечку разрастается и уже выглядит довольно солидно рядом с этим цветником я посадила сухоцветы сухоцветы вот как и прошлый раз я вам показывала не еще только начинают свое цветение желтенькие уже распустились хорошо все остальные только начинают цветение молодой кустик винограда первый раз от плодоносит ну хорошо тоже тут в этой зоне отдыха кобея кобея вот она такая ну некоторые веточки уже даже до двух метров доросли но листики небольшие и пока никакого цветения вот три кустика кобея у меня было три семечки было все три растут прекрасно не болеют но пока цветов не видно петунии продолжают цвести я их даже не обрезала вот здесь крупноцветковая но страдают они от солнышка сильно и клубочка с вербенами лобелиями мой ручеек с озерцом так называемый тут кулюсы маленькие здесь солнце целый день яркая южная ну чем все солнце не цепляет и вечерняя и вот прекрасно растет лобелия прекрасно растут вербены и пеларгонии и страдают здесь только колиусы дальше сейчас покажу поближе опять у меня царство петуний тут у меня петуний дримс островки разных расцветок только одну бледно-розовую в другом месте посадила красавицы неимоверные ну так как очень жарко уже я травку которая сбоку нарастает под низом ее клубнивые растения я травку даже не убираю преднамеренно чтобы грунт не портился потом я не буду полоть дальше афродита афродита разных расцветок в основном здесь темно-пурпурная розовая тоже красавица белую я вам в этом сезоне уже много раз показывала красивые все просто неимоверные такие прям эти края бахромчатые гофрированная петуния вообще смотрятся замечательно розовая правда немножко меньше по размеру и вот она вот так густо заросла я осадила не густо костик возле костика очень хорошо зарастает ну так как у меня очень много цветов и огород большой я в этом году фактически не обрываю отсвевшие цветочки и прекрасно все растет и цветет дальше чуть возвышенная клумбочка так как у нас участок на горе тут у меня и пироэтики прямостились и тут тоже отсвевшие такие ну прекрасно себя чувствует и физостегия беленькая чуть расцветает хризантемки сентябрины они же альпийские астры все это потихоньку расцветает все цветнички так вот компактненько кулюсы вот с этой стороны видать а игрушечки тип не просто тут сидят они отмечают где нельзя ходить под вот этой вот травой которую я насобирала накидала сюда в августе выйдут огромные стрелы амарилиса и чтобы случайно не затоптать вот я кладу траву и ставлю фигурки в принципе в те места где можно встать я ее их сажу между кустами когда есть еще листва амарилиса тот же у меня вот два горшочка бугенвилле и стоят на самом-самом ярком солнце поначалу они даже листики страдали так как это бугенвилле из череночка она была очень маленькая он показал в начале сезона но вот малиновая разрослась хорошо уже деревенеют веточки и не собираются еще раз цвести на один раз цвела я вот ее буду обрезать чтобы веточки становились более плотными а то она получается как вьющимся растениям если ей дать возможность расти и расти а вот оранжевая бугенвилле пока не так хорошо сформировалась а я ее почеренковала череночки растут но вот пока только две веточки но прекрасно выдержит солнце и засуху горшочки регулярно пересыхают но она чувствует себя хорошо продолжаем дальше рассматривать цветы которые расположились у меня на участке вот здесь ампели пытаются в открытом грунте и разрастись за поздней высадки пока это у них не очень хорошо удается хотя четыре кустика нормально занимают место и вот все здесь и хризантемки из семян высаженные и клубничка ремонтантно каждый день несколько ягодок съедаю с полянки и очень много она распустила своих усиков прямо между цветами самый лучший вариант посадить между цветами точно не забудешь полить вербенка очень порадовала тонко рассеченная цветочка все больше и больше цветочки нежные держатся один цветочек до двух недель он как-то вот небольшой но вверх не вширь как у бербенки гибридные а именно вверх 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 растет 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 и так две недели стоит цветочком не обрывать не надо ничего петуньки как всегда они у меня везде и бордюрчики и рисуночки без петуньи я уже не представляю своего участка сегодня я снимаю еще днем календулы раскрыты прошлый раз съемка была вечером календула была закрытая ну вот календул я уже срезала один раз но очень не нравится вот желтенькая с темной серединкой оставила много семян срезала и календулу режьте не жалейте побольше именно если вам не нужны семена надо календулу срезать побольше чтобы она новые молодые выпускал тогда она вас будет радовать до до морозов и по морозам циния начала уже распускаться тоже тут изостегия изостегия конечно у меня очень низенькая на солнце ей бы в тенечек во дворе у нас она уже до двух метров дорастает здесь вот такая вот низенькая но очень нравится нежная опять питуньи питуньи море питуньи здесь разные какие остались питуньи и вот хочу дримс розовенький показать такие разные цвета у дримса в этом году со смеси получились такие разнообразные и все красивые сильные здесь немножечко полутень немножко дня прикрывает дерево насколько она себя замечательно чувствует как будто не середина июля такая не уставшая молодая чудо какие перемены произошли баклажанах за неделю за неделю некоторые сорта начали созревать вот у меня здесь с краю алмаз он хорошо завязался и вот уже есть большие плодики причем созревать и очень много листиков начинают болеть желтки от листья надо срочно обрывать баклажанчики вот есть сейчас немножечко пройдусь по сортам кому интересно вот у меня здесь два сорта я потом буду подробно рассказать два сорта которые посеяла фактически в марте то есть получилось такой и очень поздно пикировал пикировал когда все закалять выносила пикировал они оказались очень ранними это у меня здесь черный русский и черный великан у них уже есть плодики если честно они своей ранней спелости меня просто единый другой сорт они оба заявлены как ранее и этому соответствует даже есть вот огромный огромный вот из-за такого времени огромный и на каждом висят этой гибриды кстати еще какие такие выдающиеся только с плохом отношении попробовала в этом году два сорта лавандовый рим и виолетта лунга вот они два эти сорта очень слабенькие итальянские сорта они вообще у нас ничего не выдерживают вот какой-то там малыш вообще плохо растут и болеет оказались очень слабенькие видно что наш климат им не подошел гибрид меледа чувствую тебя прекрасно очень хорошо не болеет но и плодов тоже не дает пока плоду нет но ну так выглядит перспективно черный красавец заболел заболел полив у нас был нерегулярный но все равно он был в равных условиях со всеми черный красавец болеет негус тоже болеет гибрид прада большой начал созревание но на редких кустиках есть плодики на редких и вот самый удачный много плодов ранний это баклажан лунгвайли это семена я собирала сама собирала и семена с очень длинных больше 30 сантиметров плодиков а выросли обыкновенно это говорит о чем о том что баклажаны очень переопыляются на раннеспелость сохранилась потому что вот на каждом есть чем плоды довольно большие выписи вот относительно руки большие ранее но таких длинных как были нету собирать можно но ожидать того же повторения нельзя что хотелось бы сказать про лук лук тут у меня вот грядочка прошлый раз показывал фактически она явных изменений не произошло единственное что луковицы увеличились в размере налились очень даже сильно и вот я вам крупненький это сорт феодал он еще будет наливаться расти и вот здесь у меня тоже вот глобус и вот такой эксперимент у меня получился в этом году а это у меня эксибешен и при неудобренном луке то есть только с осени земля удобрялась и все ни разу не удобряла я они фактически одного размера причем эти еще будут расти а это тоже вот поспел то есть если вы садите в январе семена эксибешена и не будете его кормить и ухаживать за ним особенным образом то он может у вас вырасти такой же только с одной разницей что вы будете морочиться с ним с января а можно посадить другой естественно лук сибешена длинный срок созревания другой любой лук вот типа феодал но по луку я по сортам которые садила в этом году обязательно пройдусь подробном видео так что вот такой вывод у меня если не очень хочется салатного лука и заниматься подкормками можно посадить обычный морковочка без изменений хорошо растет хорошо наливается и это ранняя морковочка после прошлого раза очень много было критики такая большая надо сажать позже я же ее специально посадила чтобы летом есть ранее так что позже она растет немножко в стороне сельдерей почти не вырос но листьев стало больше дальше вот кабачки просто уже не знаем куда девать всегда сажу их больше чтобы ранее вот когда соскучили чтобы можно было рано готовить когда уже переходит середине лета уже не понимаешь что с ними делать куда одевать но это не страшно лучше раздать соседям чем не покушать раннего плодика они занимают очень мало места желтенький по-прежнему победитель все у него тут хорошо хотя вот мы не поливаем земля трескается то есть ухода не получает никакого но вот они с этих вот четырех кутиков которые эти желтые растут мы уже столько плодов получили очень вкусные перцы еще очень сильно изменились за неделю просто перемены на лицо перцы стали некоторые вот только как бы молодыми но уже крупнее крупные крупные которые были до этого наливаются если учесть что я их обрываю кусты не очень большие а плоды просто огромные такое впечатление что его надо подкармливать хотя он зеленый красивый но вот просто вот случайно вот даже веточку оторвала и все сорта висят обвешены урожаем вот ранний сорт лумина вот он просто вот так вот сплошные плодики 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 и он вот такой маленький в этом году но уже спереди уже налились но опять же назвать каждый сорт если вам интересно какие сорта раньше сейчас я не буду но вот они вот так он в этом году у меня почему-то кусты небольшие а плоды уже большие обычно я выращиваю так чтоб куст успел вырасти огромным подробное видео обязательно сниму по всем сортам потому что в этом обзоре конечно все не показать просто хочу показать как я это высаживаю вот например с краю стараюсь посадить те которые повыше повыше чтобы они прикрывали дальше у меня вот вдоль дорожки всегда растет гелениум в этом году он бедненький пострадал эти майские жуки его грызли доедали осталось всего несколько кустиков и я его опять растянула на всю всю нашу длинную дорожку из него замечательный заборчик и вот не знали ли он просто незаменимый цветочек как заборчик это просто сказочный цветочек и поэтому он такой вот у меня маленький вообще обычно он больше метра автоматики очень радует навязалось очень много и много спелых но так как я много не оставляю как всегда ну вот можно видеть вот они спелые там под низом вот такие уже можно выбирать от рядочек не подвязали москвичи лежит это взрыв мой и вот видно что они спеют но показать именно спелость плодов не смогу планирую и новые гибриды которые в этом году посадила показать именно каждый сорт показать то что тут надо показывать не перепоказывать и не такие вот красавцы вот открываешь а там уже спелая и плодом навязано море ну как бы и сорта у меня новые в этом году я вам когда высаживала подробно рассказа высокорослые очень порадовали тоже особенно розовые розовые поспели первыми и пузатая хата несмотря на то что он мясистый огромный вот он поспел в этом году самым первым розовые уже нужно хорошо наелись и уже нет такого как будто первый плод томаты вот сильно изменились тут просто спеет и спеет и спеет только надо успевать выбирать и высокие вот растут 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 наливаются просто кисть за кистью наливаются хожу просто теперь любуюсь уже не только цветами а и плодами вот такие вот кисточки красавицы хотя он должен был быть высоким это потом буду разбирать подробненько кто не стал высоким вот как вот можно не любоваться таким если честно они мне удовольствие доставляет не меньше чем цветочки вот маринда в этом году бедненькая такая маленькая осталась ну пытается вязаться даже много плодиков прям один на одном прошлом году бы ну просто замечательный суд и вот тут вот но листики маленькие остались уже не опрыскиваю не подкармливая уже какой урожай будет такой будет один раз мы ему постарались помочь им на отпрыскиванием по листьям некоторые вот это вот например все время спрашивают это 5 звезд вот прорвались они вверх 5 звезд пока хороши вот зелененькие и так вот пучками вяжутся то есть тут видно что нормально главное чтоб не было вот это вот когда вот здесь начинается огурчик на огурчике огурчик просто таким пучком то все это уже огурец пропадает и такое уже встречается у нас на многих кустах в общем вот так общим планом показать урожая еще много еще продержимся какое-то время но видно видно что они уже ослабевает только некоторые сильные если бахча за это время фактически не подросла сейчас вернусь к ней то тыквы все нарастает на тыквы которые посажены семена прямо в грунт вот такие вот огромные стали красивые просто на удивление они все так и не жатут по три лежали все больше и больше нарастать насколько они были маленькие у меня прошлом году рассады вот просто вот конфетка она обычно такой не растет она в этом году выросла фактически такая как мускат де прованс дело в том что она вкуснее и сважа их очень много все показывать я не думаю что имеет смысл вот арбузик который клубники случайно семечка у меня упала была среди клубники и получается я ее поливаю это постоянно и вот его постоянно поливали и вот сахарный малыш вот он растет он еще наливается остальные остановились таком состоянии остальные уже остановились потому что поначалу не поливала поэтому еще раз сам делаю вывод если у вас грудь не приспособлен бахче дайте возможность завязаться арбузики вот увидите вот такую зависть и заливайте заливайте желательно теплой водой и пусть себе наливается и подкармливайте в этот момент потом когда он подрастет уже бесполезно подкармливать ему надо солнышко для созревания и бесполезно поливать кукурузка в этом году порадовала выросла рано и по два початка на каждом стволике и еще с куста несколько стволов выросло и я думаю что на втором стволе тоже позже будут початки но пока не видно ну вот такие вот перемены за неделю на участке я бы сказала что перемены значительные перцы баклажаны наросли лук фактически созрел помидоры поспели в таком количестве что можно уже и консервировать не только кушать салатики вот неделя 7 по 15 июля но самое плодотворное как для огорода буду продолжать дальше вам показывать репортажи со своей дачи на этом на сегодня все всем богатых урожаев хорошее настроение и до новых встреч